fireballer alex спрашивает что больше любишь готовить рыбу или мясо я больше люблю готовить мясо и есть я больше люблю мясо рыбу рыба вообще я честно говоря не люблю мне не нравится и не готовить не есть от какой вкусняшки ты бы ни за что не отказался но мне нравится вредные вкусняшки поэтому приходится иногда отказываться вот и так я набрал лишний вес который мне не нужен вот поэтому стараюсь уж совсем не злоупотреблять вкусняшками но если честно то есть вкусняшка мне очень нравится мясо есть вообще в каком-нибудь видео ну естественно я сладкое тоже люблю торты люблю всякие вот торт прага обожаю очень вкусно так андрей бурундуков спрашивает увлекаешься рыбалкой сбором грибов если да то на какую снасть предпочитаешь ловить какую рыбу какие грибы чаще всего собираешь значит андрей я грибы собирать не люблю мне лень ходить и наклоняться постоянно вот я не разбираю не разбираюсь совершенно в грибах я если покупаю только в магазинах грибы рыбалку да я очень люблю рыбалку я вот чуть раньше говорю что у меня даже был канал где мы с братом показывали как мы ездим рыбачить ссылка будет внизу посмотрите обязательно рыбачить я люблю на все на самом деле мне вот настроение иногда есть блин вы простите остальные зрители которых которых это не особо интересует но я расскажу отвечу раз человек задал вопрос мне нравится ловить на донку сидишь никого не трогаешь отдыхаешь попиваешь кофе или чаек из термоса вот мне нравится такая рыбалка особенно природе когда классный вид какой-нибудь восход мне нравится просто посидеть и люблю половить на на спиннинг до походить побросать блесенки побросать всякие донные джиги там в общем вот люблю спиннинг еще виталик у вас явные актерские способности никогда не задумывались над карьерой актера и какой у вас еще хобби по моему приготовления разных вкусняшек дом рижка дом рижка один спрашивает но я не знаю кулина этих фу блин актерских способностей у меня все-таки не так много если бы у меня было много я бы уже давно где-нибудь снимался я не думал над карьерой актера я наверное не хотел бы карьеру актера потому что у меня приоритет моей жизни это моя семья и мои дети карьера любого творческого человека особенно актера нет особенно музыканты конечно вторую очередь актеры это большие гастроли в общем редко будем видеться с семьей я этого не хочу хотя кстати не знаю а может быть и снялся бы я в каком-нибудь фильме не наверно снялся бы да был бы круто так любопытство ради вот значит а какие еще хобби есть помимо приготовления разных вкусняшек хобби у меня есть некоторые вот конечно основной все таки хобби она достаточно серьезная и который занимает много времени это подготовка я никуда от него не денусь ну я люблю на гитаре играть люблю просто морально поразлагаться полежать сериальчик посмотреть ночью так вот а на гитаре я сказал люблю играть на самом деле я любил играть сейчас я уже гитару давным-давно не брал в руки а можете кстати даже если интересно посмотреть несколько роликов старых где я в промежутках ну короче говоря в ролик вставлял какую-нибудь песню которую я играл на гитаре ну и пел какое ваше самое любимое блюдо и как часто вы его готовите вот значит из своих блюд я могу сказать что у меня из мяса у меня number one это курины ой куриные мясные рулетики с морковкой ссылка вот здесь вот будет в жмите 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 на ссылку значит из закусок я обожаю рулет из лаваша с семгой зеленью и с огурчиками маринованными у меня тоже есть он на канале смотрите а из десерта а из десерта моё самое любимое блюдо но например опять-таки я скажу из тех которые я готовил мне очень нравится пирожная картошка я обожаю торт сметанник эти рецепты тоже есть у меня на канале сколько вам лет джейлена зеломкова спрашивает сколько вам лет и где научились так вкусно готовить лет мне 30 отвечал уже научился вкусно готовить дома сам по рецептам я уже кстати того сейчас покажу вам покажу чтобы не быть голословным вот я собираю всякие рецептики смотрите у меня вот здесь вот целая подшивка разных журналов поняли я их читаю общем кита идеи набираюсь но в интернете смотрю очень много рецептов земсковский земсковский значит вот у меня значит не бывает плохого настроения у меня настроение всегда хорошая поднимать искусственное настроение себя не пытаюсь никогда то есть я в принципе ну как принято в россии там и странах снг хлопнул вечерком настроение поднялось я вот алкоголь не употребляю его не люблю иногда только по праздникам могу что-нибудь выпить поэтому искусственное настроение я синий поднимаю я просто стараюсь не опускать где вы родились где вы сейчас находитесь родился я в москве нахожусь я сейчас тоже в москве кроме рецептов на канале мы еще что-нибудь увидим и расскажи как ты начал снимать видео что тебя подтолкнуло значит второй вопрос я уже отвечал кроме рецептов на канале мы что-нибудь еще увидим не знаю я честно говоря сторонник того чтобы канал был исключительно на одну тематику я может быть еще разбавлю со временем канал покушеварим какими полезными советами по дому у меня вот есть такая идея делать коротенькие видео на тему как что дома можно сделать какие-то фишечки может быть я сделаю еще короткие видео по поводу того например как сварить яйцо чтобы это не было где-нибудь в рецепте внутри зашито отдельный ролик как сварить яйца как сварить правильно рис как сварить макароны ну вот в таком ключе так что что-нибудь кроме полноценных рецептов вы обязательно увидите какое у вас образование где вы учились я на яночка задает этот вопрос я на образование у меня высшее экономическое учился я в государственном университете управления который в москве на выхин находится значит гавс 2003 спрашивает какая у тебя машина машина у меня большая и белая и практически вездеходная так торин глот спрашивает что будет дальше с каналом будет ли на канале новые передачи или программы что-то вроде приготовим за 15 минут или как сделать фастфуд в домашних условиях значит с каналом будет все нормально во первых рецепты будут выходить рецепты всегда будут хорошие я постараюсь сделать так чтобы рецепты еще были качественно снята сняты вот насчет того новых рубрик рубрики тоже будут идея кстати как сделать фастфуд дома отлично я считаю там какая-нибудь шаурма или бургер в домашних условиях это офигеть офигительное блюдо я обязательно сделаю кстати класс спасибо за идею шаурма с меня в общем и бургер а я я я я я ли я личка пишет привет меня опередили тоже хотела спросить об основном месте работы прости пожалуйста я уже ответил я почему-то думал что что вы повар в ресторане да ну я не повар ладно ли я ну вот дорогие друзья достаточно много вопросов задали я сейчас еще найду вопрос мне дружи обломов задавал тоже кулинар от бога где же это вопрос он мне вконтакте его задал в общем я ты прости олег я не смогу повторить а канал олега обязательно будет внизу в ссылках смотрите переходите и подписывайтесь он задавал вопрос на тему того перспектив канала как что будет нового на канале вот я я уже в двух словах сказал еще раз повторю что канал он останется кулинарным я не собираюсь сделать из него влоги я считаю что кулинарные рецепты нужны на ю тубе хорошо что все больше и больше людей присоединяется к этой теме больше людей показывают интересные блюда это действительно круто потому что по телеку пыли ну чё то вот не то по телеку я не знаю я не смотреть кулинарные передачи по телевизору вот не очень мне доставляет удовольствие гораздо с большим интересом залезу в youtube посмотрю что там олег делает и и коллеги другие мои вот поэтому кулинарный канал останется кулинарным я буду его разбавлять как я сказал различными рубриками которые меня вдруг неожиданно будут интересны ну если хотите я могу конечно попробовать вести видеоблог о своей жизни но думаю что это лишнее думаю что это лишнее пускай специализация останется кулинарная надеюсь вы не против друзья так ну что ж я ответил пожалуй на все вопросы которые мне задавали я считаю я справился с этим нормально нормально поэтому чего от вас палец вверх от вас безусловно подписка если вы еще не подписались и продолжайте смотреть мои видео все пока